Укрепление престижа органов внутренних дел – основная цель акции «Студенческий десант». Целый день ее участников знакомят с работой полиции изнутри. Специалисты рассказывают о различных льготах и привилегиях, которыми обладают сотрудники силовых ведомств. Это бесплатное жилье, повышенная пенсия и ведомственная медпомощь. Однодневная стажировка помогает студентам определиться с будущей профессией. Тем более, что в УМВД по городу Владимиру постоянно открыты вакансии. Как правило, у меня есть несколько таких примеров, что ребята, например, с педагогического колледжа, девочки несколько, которые приходили к нам на студенческий десант, в результате заинтересовавшись, сейчас обучаются и собираются стать сотрудниками по делам несовершеннолетних. Криминалисты, следователи и полицейские – всем им выдается табельное оружие. Студентам показали, как разбирать автоматы и пистолеты. Многие делали это впервые. Когда оружие в правильных руках, на улицах спокойнее, уверены стажеры. В США, наглядный пример, очень много терактов происходит в связи с этим. Любой может взять у себя ружье, пойти в магазин и просто стрелять, начать в людей. Возможно, у него какие-нибудь психические отклонения. А у нас все-таки поменьше таких случаев, чем в США. Правоохранители надеются, что такие экскурсии помогут ребятам сформировать положительное мнение о работе полиции. Ведь от того, как граждане относятся к стражам порядка, зависит и эффективность их работы. Боятся полиции те, которые что-то совершили, ну, не знаю, может быть, у них там какие-то проблемы с законом, что-то незаконное делают. Вот такие люди боятся. А те, кто ничего такого незаконного не делали, то есть им нечего бояться. Они спокойно покажут документы, спокойно будут с полицией разговаривать. Акция «Студенческий десант» продлится до 24 января. Участников познакомят с работой управления по контролю за оборотом наркотиков, кинологической службы и других подразделений. 22 января состоится товарищеский футбольный матч студенческих команд с сотрудниками полиции. Иван Стариков, Олег Маньков, Губерния, 33.